Ребята, привет! С вами Игнат. А мама убегает сразу! А я говорил... Сейчас раннее утро, раннее-прираннее. Какое раннее-прираннее? Для нас это с мамочкой рония! Время полдвенадцатого! Кошмар! Игнария, тебя всегда спрашивают! Так, а чё так нахально лапсу вежать? Ну да, полдвенадцатого. Но это для нас с мамочкой рона! Вон, слышите, сковородка? Ой, я тоже. Рожа заспанная. Мама как увидела, что я снимаю, сразу смоталась, потому что мама тоже только с кровати. Но мама встала с кровати, смотрите, чё, нажарила нам. Маме уже второе утро нам делает вот такую вкуснотищку. Сейчас будем пить чаёк с сырничками, со сметаной. И на улицу. Па-бам, па-бам, па-бам. А сейчас мы будем кушать. Ещё надо сметаны. Так, ну-ка. Ох, надо было сперва плюмкнуть сметаной. Ну ладно, короче, вот такая красота. Я, ребята, приехал в Купчино. Мне надо в одно место сгонять. Я думаю, и покажу вам заодно. Кто не видел, посмотрит. Кстати, знаете, я что только что подумал, что я дальше этого торгового центра не был. Я сюда приезжал, какой-то фильм смотрел. Ну, мы с Аней. Аня же здесь в Купчино жила недалеко. По-моему, с Аней мы приезжали сюда. Фильм какой-то смотреть. И всё, ребята, и вот дальше туда я... В городе меня не было. Ну, в районе. Сейчас посмотрим. Да, вот этот торговый дом Балканский. Какой-то фильм я точно здесь смотрел, потому что я здесь был. А туда даже я не ходил. Ну, блин. Они такие... Районы-то все один на один похожи. Что-то... Венерская там, что? Купчино. Какие же дома? Плюс-минус одинаковые. Единственное, что тут конечные. О-о-о, конечные. Видите, тут кольцо у троллейбусов и трамвая. Видимо, тут тоже кольцо. Вон сколько маршрутов там. Они отсюда, наверное, потом по всему городу. И разъезжаются. В общем, такой район, типа, здесь это... Ну, в смысле, его... Не то, что я это утверждаю, а... Там... Ну, вот даже пример Comedy Woman. Я был на Comedy Woman. И они такие, типа... Ой, а мы вышли, и где парни на самокатах со смузи? Где это, где это? Ой, да мы же в Купчино, типа. Ну, как бы засирает, что типа... Гопники и все такое. Ну... Чего-то узнает. Нормальный вон район. Я говорю, пионер... Я как будто... Ну, что пионерское, что это? Пионерское... Просто первое, что мне в голову приходит. Потому что я там много тоже ее ходил, смотрел, гулял одно время. Что Купчино. Вот почему-то у него такая... У этого района... Слава. Вон, магазов сколько. Места под машины сколько. Так пахнет. Вот это вот прелесть. Мясорубка жужжит. На виде фарш. Фигачат. Ой, тут все, видите, цветет. И вот тоже. Да, здесь мест много. Здесь в Советском Союзе, когда вот эти районы строили, они оставляли просторы большие. Вот так вот смотришь туда, туда, туда. И ничего не давит. Ребят, все. Иду назад к метро. Я здесь по делам прибегал, приезжал. Ну, я совсем быстро, буквально туда и назад. Думаю, знаете я что? Думаю я... Ой, смотрите, вот между деревьями. Наверное, газонокосилка не въехала. Вот, наверное, такой ручной... Косить. Я думаю, что надо мне как-то сюда приехать и снять ролик о Купчино. Район это всем интересный питерский. Ну, прям конкретно кому-то. Может быть, часто так бывает, что народ... Кто-то сюда переезжает, или кто-то квартиру может снимать. Сейчас же все смотрят на ютубе. И что бы у меня? На канале был ролик из Купчино. Да, интересный район. Надо приехать и поснимать, посмотреть его. А, вспомнил я. Район поснимать, и у меня сразу этот Варламов же ходит. Районы все эти снимают. Варламов тоже весь, она от Купчино. Чуть что, так Купчаго, типа Купчаго. Чем она, допустим, эта Купчаго? Хуже? Ну, опять той же я приведу. Блин, да, обычный район, как и все. Приморская станция. Че там, такие же советские дома. Красивые советские дома. Ну, конечно, вот это вывески все пестрые. Ну, ладно, это ж не центр города. Слушайте, дома огромные. Смотрите, какое длинное. Офигеть. Прям длинные-длинные там. Квартиры дофига в каждом доме. И этот главный такой же длинный. Наверное, в Купчино такой главный центральный проспект. Ну, да, наверное, потому что тут и трамваи он ходит. Ребят, я на мосту. Я иду за Лехой. Сейчас мы с ним полезем кое-куда. Сейчас я спущусь с моста, расскажу, куда мы полезем. Сегодня пасмурно. Мы хотели сегодня с мамой, с Ариной поехать на шашлыки. Вон что, видите, на улице. В общем, отложились наши шашлыки. Я уже, ребята, на Самсоневском мосту. Буду орать, чтобы меня слышно было. Потому что я монтирую. Когда машины ездят, капец меня не слышно. Все, вон там и во дворах уже Леха живет. Вот этот особняк красиво украсили окна. Всякой зеленью. Вы видите, нет? Вот как красиво. Смотрите, ребята, какая красная яблоня. Красивая. Там он еще маленький. Тут большая. Все, я снова у Лехи. Какая аудюха стоит шикарная. Вот она его, зеленая улица его. Только где он? Я ему уже сказал на улицу выходить. И его не видно. Какие деревья тут у него на улице шикарные. Ребята, вышел Леха. Он бедный работает без выходных и без проходных. Неделю отпахал по 12 часов. И сегодня нет бы отсыпаться. Да, я иду засранцева куда-то, куда неизвестно. Ну как, это красный треугольник. Да, мы все-таки идем туда, да? Ну ладно. А ты куда-то в другое место хотел? Да я не знаю, я же не сказал, что я... В общем, все-таки мы решили, да, Леха, идем на красный треугольник? Ну пойдем, пойдем. Надеюсь, что я без ног не останусь и без рук. Главное, чтобы нас туда пустили. Ну а если нас туда не пустят, мы чего-нибудь в округе найдем, господи. О, господиа! Где Игнац так перепропадал? Там помоек хватает. Да. По-моему, тебе надо все свои ролики уже на путешествие по помойкам. Да. Так. Большая помойка, да? Канал назвать? Помойки, помойки. Канал назвать? Большая помойка Петербург. Нет, надо назвать. Все помойки, да? Да, все помойки Петербурга. Все помойки и заброшки Петербурга. Мы сейчас решили подкрепиться кофеем, но к той девочке не пошли, потому что у нее... Тебе понравилось кофе? Ну, нет. Я просто так на камеру сказала. Отвратительный кофе был на самом деле. Он никакой был, а на малый кофе туда положила. Я просто не хотел говорить. Ха-ха-ха. А сейчас просто решил спинать. На малый кофе? Да. Бежишь? Там еще одно место по дороге, ребят, надо забежать. Вот видите, пандемия типа закончилась. Что творится даже на этих тихих холочках. Я маску не взял. Я тоже маску не взял. У меня есть одна маска, которую тогда я в метро спускался. Я не взял сама. Вот это дерево, ребят, я вам ночью показывал. Видите, оно дома выросло. И его так и не убрали, так и растет. Сквер такой, вон, ребята. Там памятная табличка. Вот этот каштан. В этом доме... Что в этом доме происходило? Жил Вадим Алексеевич Козик. Не знаем такого. И главное, такой полукругом дом уходит, и так деревья посажены. Композитор какой-то, наверное. Разный исполнитель. Ребят, сирень зацвела. У нас такая долгая сирень была. И ее тут много. Я еще это вчера тоже слышал, женщины говорили, блин, у нас, наверное, сирень не скоро зацветет. Вот, вот она цветет. Смотрите, какая милота. Защити врачей из пластилина. Сидали в квартире. В кассе ничего не найдешь и так далее. Ну, тут вон, ребята. Возле Горьковской, за Горьковской. А, ну вот этот рынок ролик был. Я говорю, народу-то вообще мало. Там совсем мало. Хотя сегодня четверг. Может, мы что-то не знаем? Может, тут какие-то особые запреты? Не говори. Прям напрягает. Да что, народа нету? Ну, здесь чуть-чуть. А вчера, ребята... На работе так устает людей, что, знаешь, я уже даже радуюсь этому. Вчера, ребята, был День города, и я... А я Вольгина был. Ну, вы видели во влоге в одном, что я был Вольгина. Ребят, все так разэтовалось, распустилось. Там тоже сиренция идет. Посмотрите, какие деревья зеленые. Как я... Я вас задолбаю этой зеленью, наверное. Сейчас идем в отделение банка одного. Нужен банк. Не будем говорить его название. Не будем рекламу использовать. Да не то, что рекламу, но просто не будем говорить. Тем более банк такси. И... Они взяли отделение, все по городу позакрывали. Я в прошлом месяце там в области заплатил. Было отделение открыто. А теперь в округе, я думал, ну все, может открылось. Все закрыто в округе. Вот сейчас нам... Куда же нам идти на... На спортивную. На спортивную аж. Ну, блин. Они оставили четыре отделения, и ни одного в центре нету отделения. Хотя возле меня было три отделения. Все позакрывали. Ребята, смотрите, какая яблоня цветет. С нее прям... Леха говорит, тебе надо во флористы идти. Вон все, видите, опадает. И вон все-все опадает. Прям как снег. Да знаете какой сквер? Где дети идиоты. Помните, я вам показывал ролик? Дом для детей идиотов. Это тут. Ребята, такой райончик милый, тихий. Все, машин мало. Там, правда, военные с такси встретились. Вообще, такая прелесть. Посмотрите. Мы уже практически дошли. И тут у них зелень. Так круто. Очень странно, что скверик такой неухоженный. Главное, что он есть. Что ты думаешь, насквозь пройдем все-таки? Нам просто, ребята, вот туда и все. И уже должен быть тот дом, который мы ищем. Тут большой дом. Там военная часть. А, да, вон открыто мы пройдем. Там военная часть. Вот и мы пошли эту военную часть обходить. Смотрите, тоже яблони все осыпало. Ой, это такая огромная. Ой, не знаю, яблони или что это. Все в белых лепестках. В общем, пошли мы этот дом обходить. Вроде как обошли уже. Ну, глянь, какой автор микроавтобус стоит. Ребята, смотрите, тут такие же деревья, как на Чернышевской. Из семейки Адамсов. Старородящий уже. Давно все распустилось. Старородящие еще не родили. Какая это улица для подписчиков? Красного Курсанта. 10 лит ака. Что-то такое. Улица Красного Курсанта. А то вдруг я против ветра говорил. Ребята, это сквер называется. Двести лет победы над Наполеоном. Видите? 1812-2012 год. Уже 208 лет победы над Наполеоном. И вон какой он прикольненький скверик. Тоже зелень. Красиво так. Леха развился. Такой милый особнячок здесь. Вышли мы на Малый проспект. Вон там этот стадион. Петровский, по-моему. Он дом, который нам нужен, не можем найти. А, да. Вот он. Видите? Он написан. Копец. В общем, ребята. Ладно, скажу я, как этот банк называется. Это называется Совкомбанк. Мне нужен был. Это весь особняк. Это весь особняк Совкомбанк. И они, видите, им не дали их табличку прямо здесь сделать. А они его здесь скромненько прифигачили. А весь особняк это Совкомбанк. Наверное, это их отделение основное. Так, а куда Леха делся? Ну, внутри, ребята, там, конечно, ничего живого не осталось от того. Там все современный, этот, современный дизайн. И раньше-то что там? Стенки, перегородки все деревянные было. Они все поломали да сделали, как им надо. Он зашел вот сюда, и куда он делся? Леха взял себе печенье целую пачку. Я пошел себе за бананами. Ну, и что? Что вы думаете, что я взял? Сейчас покажу. Смотрите, это тоже какие кустички. А взял я сэндвич. Взял я сэндвич с лососем и мягким сливочным сыром. Это более безопаснее, чем печеньки. Ну, и я это все выгуляю сейчас. Мы зашли в теремок. Смотрите, как сейчас в теремке все пусто. И вот возле входа стоит касса. Сударыни и сударыни встречают у входа. Ну, хоть так. Но все есть. Все, что всегда. И сытные, и не сытные. А мы вообще вон где уже. У стадиона. Петровский стадион. Петровский стадион. Да, значит я правильно сказал. Что, все-таки монотреугольник, да? Ну, давай попробуем. Я не обещаю, что я буду быстрый, но... Ну, мы потихоньку у Лехи что-то с ногой. Он уронил зеркало себе на ногу. Ну, давно уже было, и у него сейчас последствия. Мой кофе. Латте готов. Ребят, я говорю, смотрите какая тут арка прикольная над потолком. Это так запарили, сделали, и туда уход, и туда уход. А на руку такая арка красивая, прям супер. А тут, ребята, я все показываю, свой кофе в инстаграм фотографировал. Тут, ребята, покосили траву. Ой, такая, такая, эта часовинка мне нравится. Такой запах природы, травы. Видите, все как аккуратно выкосили. Леха уже, наверное, там скажет, зашибись он меня позвал гулять. Я-то сейчас с Лехой поговорил чуть-чуть. И это кофе пофотографировал. Сейчас серии снимаем. Мы с ним, наверное, долго будем ехать до треугольника. Вот он, стадион этот. Мы сейчас в подземлю. В подземлю. Мы сейчас под него и по траволатору поедем. Находишь? Да. Показать этот траволатор. В общем, ребята, тут уже под сей. На спортивную 2 туда? Да? Со второй спортивной туда? Пойдем. Вот. В общем, ребята, тоже вот эту станцию относительно недавно открыли. И под Невой есть называется траволатор. На него встаешь, едешь под всей Невой. Представляете, чудо-чудное такое. Станция спортивная. Сейчас я вам тут траволатор покажу. Который идет под всей Невой. Блин, мне кажется, что здесь башкой долбануться можно. Нет, нет, я тут ума. Вон какие тут мозаики, ребята. Видите, сделали красиво. Это же станция новая получается, нет? Новая, да? Только на той стороне была же. А! Или была и та, и та их соединили. Я уже не помню, как раньше было. Не помнишь? Нет. По-моему, станция спортивная 2. Новая, да? Да, новая, да? С той стороны? А. Да, да, да. Та новая. А, ну да, тут даже вон видно по эскалаторам, что это старые эскалаторы. Потому что они Травалатар делали специально. Да. Я на этом Травалатаре пару раз только был. Мне почему-то этот конец города никогда не нужен. А если я тут бываю, то пешком. Или на машине. Че ты там делаешь? Смены свои? А? Смены смотришь? Не смены, а... Короче, работа. И вот, ребята, как здесь эта станция выглядит. Так мне эти фонари нравятся. А где Травалатары? Здесь. А, нам еще ниже уходить. Посмотрите, какая красота. Блин, такие светильнички. Вот если один навернется такой, где они будут брать другой? Ну, они, наверное, могут восстановить, да? Что-то вон полицейские сюда пришли. Это они здесь, получается. Потом еще поломали пол. А, тут же двухуровневая. Все, я вспомнил эту станцию. Пойдем сперва оттуда покажем второй уровень. Тут, в общем, ребята, вот так идешь, 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 идешь. Вон поезд приехал. Тут, вы просто видите, нету рельсов. Потому что в другую сторону поезд идет снизу. Это двухэтажная станция. И он там же идет в другую сторону. Вон, видите, там тоже останавливается поезд. И он оттуда пришел. Почему так сделали? Я не знаю. Ну, они, видите, здесь сделали. Как бы запас есть. Может быть еще какую-то ветку, когда будут пристраивать. Уже все готово. Пойдем? И мы опускаемся. А? Ну, шо, шары же недавно новую открыли. И вон оттуда я вам сейчас показывал. А, на траволатор вон туда уходить, да? Да, оттуда работает. Работает он? Работает, оттуда закрыто. Ну, если он не работает, отсюда поедем, да? Не, гудит. Мы думали, закрыто гудит. Ну, смотри. Оттуда из метра. Ну, это задел на будущее. А где траволатор? Как я тогда отсюда сам вышел? Не понимаю. Да, вот, конечно, по настройству. А, тут вон еще продолжение. Все, я узнал теперь. Все, я узнал. И вот, начинается, видите, вот это вот все. Надо, кстати, мне, Люха, про метро ролики поснимать. Взять камеры? Вот мы здесь. А, да. Вот отсюда. Мы сейчас вот сюда приедем. Ну, мы специально едем туда, чтобы заснять. Ребят, я что-то туплю. Я говорю, что мы там сядем. Там-то мы не сядем. Траволатор-то правда сделан. Это что? Просто с той стороны вход на вот эту станцию. В общем, вот это вот все. Туда встаешь и едешь. И... Сейчас. И это и есть вот это вот все. Это плодневой. Но мы туда не поедем, потому что нам надо ехать. А там только выход. Там вестибюль входа и выхода. Мы поедем, поэтому мы туда не идем. Но Лехе пришла умная мысль. Прокатиться туда и вернуться назад. Мы сейчас так и сделаем. Видите, он чуть-чуть из-под земли и наверх уходит. И это, ребята, мы... Капец, да? Под рекой едем. Если так вдуматься. Вообще говорят, что еще был канал какой-то. Что вообще? Вообще говорят о том, что должен был быть какой-то Орловский канал или что-то такое под Невой. Но его закрыли. Проект Орловского канала. Метро типа тоже? Нет, вот что-то наподобие вот этого. Слушай, а если нам идти до треугольника пешком, мы охренеем? Ну ладно, давай на метро выше. Так-то не ваше Рокое в этом месте. Ребят, ну все ради вас. Чтобы вы видели, мы поехали прокатиться. Леха сейчас рассказал. Вот тут вот Травалатор прерывается. И там надо еще какое-то расстояние пройти. И там дальше. А дальше же, по-моему, там тоже едет он, да? По-моему, в три секции. Не знаю, поскольку нет. Ну да, тут же Невата широкая. Три секции. Короче, смысл в чем? Травалатор делится, по-моему, то ли на две, то ли на три секции. Из-за причины того, что в мире, по-моему, нет таких длинных травалаторов. Поэтому из-за технического обслуживания и делены особого травалатора. Травалаторы разделили. Разделили, да, на несколько штук. Вот, ребята, посмотрите. Сейчас мы подъезжаем. А, мы вот тут можем, хоп, и туда поехать, да? Назад. В общем, туда еще один такой же будет и еще один. И это вся ширина Невы. И вот они вот так заканчиваются. Из-за того, что нету таких длинных травалаторов. Вот так вот они придумали. Женщина на нас так посмотрела, мы возле будки развернулись. Встали и поехали сюда. Ой, Лёха, пропасти. Лёха, я Лёхе говорю, скажет, что за идиоты катаются. Да. А тут, видите, станция более глубокая, наверное, и получается, теперь мы вниз едем. Ну, все, ребята, мы едем до Звенигородской, там пересаживаемся и едем до Болков. Еще и первый вагон сядем. У Лёхи ногах отец бедный, он аж хромает. Все, ребята, мы на Балтийском вокзале. Немножечко, Лёха, бедная нога болит, а я от него убегаю. Сейчас немножечко пройдем. И все, мы на красном треугольнике. Я, Лёха, не знаю, как ты будешь там залазить, там же залазы всякие. Ну, аккуратненько, это, в принципе, высокий. Давай сначала туда зайдем. Слушай, может там вообще все уже перекрыто и может туда вообще не пускают. Да, надо, блин, поснимать мне метро Питера. С автова начать. Так, ребята, мы поднялись. Вестибиль это тоже вам показать. Красивейше. Здесь такая высокая, а это потолок такой высокий. Так, нам туда, нам на площадь, нам сам вокзал не надо. А красный треугольник в ту же сторону, да? Да, в ту, в ту, в ту, в ту. Все правильно. Ага. Все. Будем сейчас мы узнавать. Что-то так дым там сильно фигачит. А что там вообще дым фигачит? Бургер Кинга? Нет. А что они там жарят что-то? Бургер Кинг готовят. А-а-а, это у них так это, копоть выходит. Да, я в этом музее-то поездов был. Мне нравится там. Да, что-то я видел у тебя такая. Но я был, когда он еще бесплатно был. Прикинь, здесь была очередь на всю эту площадь. Как они машут этими молотками? Отлетит кому-нибудь по башке? Без страховки. Без страховки? Ну, страховку, может, мы не видим просто. Вот это здание возле Балтийского вокзала, ребят. Смотрите, там прям станки видно. Что-то делают. Нифига себе, типа завода там внутри. Мы, в общем, нам туда идти, но мы идем в ту сторону, потому что нам нужна лента. В ленте есть аптека, а у Лёхи у бедного прям совсем что-то с ногой беда. Идем в ленту, покупать ему что-то обезболивающее. Вот эта лента, ребята, где-то год назад сгорела полностью. Прям полностью, полностью, полностью. Все, ее восстановили. А, смотри, чайная. Да, я на эту заброшку тоже иду смотрю. Я на нее давно уже смотрю, на эту заброшку. Сволочи. И тоже нифига... И тоже нифига не делает там. Мы, ребят, все уже вышли из лента. Башню тоже хочу посмотреть. Ее отстаивали, чтобы ее не трогали, не сносили. Вот заброшка тоже ничего такая. Лёха обедная, ногу мажет, разбарабанила у него ногу. Ребят, мы подошли, вот красный треугольник сбоку, вот этот дом долгое время был в таком заброшенном состоянии, его починили. Вот леса даже сняли. Посмотрите, какая прелесть получилась. Красивый дом. Вот все эти дома надо реставрировать. Я думал, они его снесут. Нет, починили. Молодцы. Качество проделанной работы проверяем. Нам более-менее нормально. Ладно, пусть живут. Устраивает меня такой ремонт. Вот обводный канал, вот и начинается красный треугольник. Ой, хоть бы он был открыт. Я еще, Лёха, одел майку сегодня на голое тело. Слышь? Что? Одел майку на голое тело. И холодно прям мне уже под... А что, не надо? Не, пока не надо. Видите, завешали. Может быть, отремонтируют. Мы же с тобой, помнишь, завод-то этот видели? Где чулки чулочно-носочные отреставрировали же? Я думаю, и его скоро сделают. Ну, это прям напрашивается здесь, пространство. Все, ребят, мы полезли. Пойдем смотреть, запустят ли нас вообще туда. Ну, по идее, должны запустить. Спасибо, что посмотрели этот влог. Чувствую, что он длинный получился. Подписывайтесь на канал, на влоговый, на основной канал. Ссылки в описании. Все, мы с вами прощаемся. С вами был Игорь Нат. Я с Лёхой. Пока!